Безусловно, надо отпускать Украину. Собственно, она никогда не была нашей. Исторически так сложилось, что Киевская Русь, да, она объединяла земли, но Киев всегда был отдельно от Новгорода, а потом очень отдельно от Москвы. Восстание Богдана Хмельницкого, сопротивление России, славяне, близкие нации, и никогда нельзя было держать Россию и Украину. Да, мы братские страны, но мы страны, у нас языки даже разные. Порой я не понимаю, что говорит украинец. Настолько разные языки. Мы уже два тысячелетия, мы развивались как разные нации, просто близкие славянские нации, как и белорусы. Поэтому я только за то, что как можно скорее отпускать Украину и держать ее насильно. Пускай она идет в Евросоюз. Там Евросоюз поставит условия, и все быстрее начнет развиваться. Потому что они будут стремиться к Евросоюзу, они будут стимулироваться этим. И это никоим образом не скажется на нас. И чем Евросоюз при Батьке Лукашенко не скоро придет в Минск, не скоро придет в Белоруссию. Там сложилось так, что это очень обособленная страна. Это некий, может быть, бампер между Польшей и Европой, и Россией. Но так сложилось. И вроде как многие белорусы мне рассказывают, что у них в жизни и старикам наладилось. Я отдыхал недавно в пансионате БУК, две недели провел, разговаривал с многими белорусами. Многие довольны Батькой. И нации... Многие недовольны. Понятно, есть сопротивление. Что касается Украины, все-таки вернемся к вопросу. Как можно скорее выходить из-под опеки нашей? Как можно скорее идти в Европу? Потому что это неизбежный процесс. Просто искусственно затягивает. А к чему? Она все равно будет в Европе. Только через 20 лет она будет в Европе, потому что мы тянем. Либо через 4 года, если мы будем стимулировать это. Вот и все. И то, что происходит на улице Киева, это закономерно. Люди взбунтовались. Они хотят спокойно выезжать за рубеж, не ставя визы. Они хотят получить паспорта, которых будет постоянный Шенген. Ну, все. Открыть границы. Молдавия давно уже в Европе, под Румынией. Они объединились, по сути. Формально границы существуют, но они уже как единая нация. Молдавия-Румыния. Румыния более продвинутая. Чего там, сколько, зачем медлить? Я не вижу смысла в этом суду.